Сторонники евроинтеграции в Молдове опередили её противников на полшага. ЕС получил очень сомнительный результат. Сторонников Евросоюза в этой стране лишь на пару тысяч больше, чем несогласных. Это тревожный звоночек для Брюсселя накануне важнейших выборов в Грузии. Итак, Европейский Союз и Россия в первый раз помирились гравитационной силой в Молдове, и победу одержал Брюссель. Однако сторонники европейской интеграции в Молдове опередили её противников буквально на полшага. Накануне важнейших выборов в субботу в Грузии это не самый ободряющий сигнал. Молдова и Грузия – страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз. Обе постсоветские республики выиграли от того, что Брюссель испугался России. Кроме того, и в Кишинёве, и в Тбилиси Кремль поддерживает местные политические партии, которые больше тяготеют к востоку, нежели к западу. До воскресенья казалось, что проевропейским силам будет легче победить в Молдове, чем в Грузии. В Кишинёве они контролируют парламент и президентский пост. В Тбилиси же к этим силам можно отнести только президента, а законодательные органы контролируют партия пророссийского олигарха. Со скромным результатом в 50,42% голосов в пользу интеграции Кишинёв отправляет сомнительный сигнал ЕС, желающий вступить в Евросоюз в Молдове лишь на пару тысяч больше, чем несогласных. Едва ли это поспособствует улучшению отношений между Кишинёвым и Брюсселем, и уж точно не ускорит начавшийся процесс переговоров о вступлении. Неожиданно низкая поддержка европейской интеграции порадовала Москву. Кроме того, не удалось подбодрить и проевропейские силы в Грузии, как планировалось. Проевропейский президент Грузии Соломи Зорубишвили в своём выступлении выразил надежду на то, что Тбилиси войдёт в Европейский Союз к 2030 году вместе с Кишинёвым. Многие наблюдатели считают предстоящий выбор в Грузии последним шансом удержать страну на пути в Европейский Союз. В начале лета Брюссель приостановил переговоры с Грузией о вступлении из-за принятых так называемых пророссийских законов.